Доброго всем утра! Меня зовут Света и вы на канале Happy Family. Добро пожаловать всех, кто зашел впервые. Подписывайтесь, располагайтесь поудобнее. Начинаем новый день. Сегодня мне снова нужно по бюрократическим делам. Сейчас я попью кофейку и отправлюсь в газ. Там нужно в два окошечка, по бабушкиному дому и по нашему дому сходить. Учительница до сих пор не написала ничего, наверное, еще не поговорила. Но вообще еще раннее утро, на самом деле. На самом деле, пару уроков только прошло. Но надеюсь, что там все будет нормально. И с учительницей по истории проблему решат. А вечером нам отпишутся. Расскажу вам обязательно. Думаю, что в конце этого влога. Лизунька у меня дома. А Саша с Мишей поехали до магазина. Сейчас они вернутся, и я уеду как раз. Лизуньку оставила дома еще на один страховочный день. Но, по-моему, чувствует она себя не так уж и плохо. Ну-ка, признавайся. Че, болит? Ничего не болит, да? Чуть-чуточку. Голова чуть-чуточку болит. Это, наверное, потому что кто-то спал сегодня долго. Я же ее будить не стала. Она же мне с вечера сказала, что ей плохо-плохо. В общем, Лиза, давай. Я сейчас уеду в газ. Доделываешь дела. Доделываешь уборку. Делаешь уроки. Готовишься к учебе. Завтра ты идешь в школу, да? Нельзя пропускать на Лизиной кровати, чтобы ями лежат кошки. Все. Набегались с утра. Не дали мне спать. В 6 утра. Я в 6.30 стою. А эти засранцы и засранки играются. В 6 утра. Или, может, раньше. Я не знаю. А теперь дрыхнут. Капец. Ладно, ребята, меня ждет кофеечек. Всем доброго утра, у кого вдруг сейчас утро. Ой. Буду смотреть ролик. Дневник приемной мамы. И пить кофе. И готовиться к встрече с газовиками. Так, ну все. Я уже сижу в машинке. Так, вижу, что у меня вовсю заряжается аккумулятор. Значит, опять с утра у Саши была проблема с аккумулятором. Значит, по сути, машину глушить нельзя. Еще одна беда на нас свалилась. Блин, так у меня там целый список того, что мне надо срочно купить. И еще и аккумулятор теперь. Блин, что делать? Ладно, придется пока так мучиться. Поехали в газ. Сейчас напишу бабушке, что я выезжаю. И поедем. Так. Мам, я выезжаю. Сейчас ездим, решим проблему. С перезаключением договора. И закажем бумажку для бабочек. Там не хватает какого-то акта. И на этом сегодня все. Сегодня мне еще надо домашних дел кучу наделать. И есть такое желание что-нибудь поснимать, как обычно. Но не знаю, успею ли или нет. Завтра, завтра же у нас 10 число. Завтра у мамы день рождения. Завтра надо будет маме гуся готовить. Но мы, похоже, гуся нового щипать не успеем. Но у меня целый гусь лежит в морозилке. Я его не стала резать на части, потому что думала, что вдруг мы потом не успеем. У нас отсажены 5 уток. И Саша, скорее всего, либо завтра, ну, наверное, завтра будет их рубить. И гусей явно не успеет. А гусей мы будем рубить после, ну, следующим этапом. Сегодня еще поеду в СДЭК. И надо будет два заказика отправить. Заодно заеду за кормом, потому что у индюков корм кончается. Вообще какая-то черная полоса сейчас идет в плане финансов. Но индюков нужно докормить, правильно же? Нельзя останавливаться на достигнутом. Я хочу, чтобы они были просто мега-гигантские птички. Чтобы мясо хватило до следующего года. Индюков же мы, если даже возьмем весной, то мы их рубать-то будем только, опять же, осенью. Поэтому до следующей осени нам должно хватить индюкового мяса. И всего остального тоже. Все, на сегодня бюрократия закончена. Ну, и я уже домой приехала. Даже успела перекусить немножечко. Слушайте, у меня после этой бюрократии, после этих документов, так башка разболелась. Прямо вообще, как будто давление скакануло. Наверное, у меня аллергия на бюрократию. В общем, по одному дому все собрали, все супер, можно идти сдавать. А вот по бабушкиному дому там заказали акт. И его нужно ждать. И вообще выяснили, что, оказывается, в проекте у нас не существует счетчика там. Еще сегодня пришла, наконец-то, субсидия по коммуналке. И порадовала в зимние месяцы. Но я так понимаю, это от оплат зависит. То есть, когда у нас счетчик будет, когда будем меньше платить за газ в зиму, то будут меньше платить и субсидию. Но вообще радует, что хотя бы на Кубани, вот таким способом помогают многодетным семьям. И, по сути, оплачивают коммуналку. Да? Я бы сказала так, значимую часть коммуналки платит государство. Это хорошая помощь. Особенно, когда финансовый кризис наступает в семье, как у нас. Так, сейчас мы с вами едем в СДЭК, сдаем две посылочки. Одна вот эта вот большая белая штука, непонятная. Вот. И вторая маленькая там посылочка лежит. Обе сдаем в СДЭК. Попутно заезжаем за кормом для индюков. Потому что эти три гладиты, они пожирают корм вообще лопатами. Такое ощущение, что это. Ну, мы, короче, решили, что мы не будем всех индюков держать до шести месяцев. Потому что мы не вытянем это финансово. Просто не вытянем. Поэтому мы сейчас, вот пять месяцев им исполнится, 16-го числа, мы забьем, наверное, мальчика, у которого черные точки на коже. Потому что подозреваем, что это может быть заболевание. И забьем, наверное, девочек. Особенно эту мелкую курицу. Потому что девочки, как показала практика того забоя, они уже жирные. В связи с этим одну девочку мы собирались отдавать бабушке. В ответ на ее финансовую помощь нам. Надо с ней поговорить об этом. Она-то планировала ее потом, потом, потом когда-нибудь. А получается, что ее невыгодно держать. Сейчас она зарастает жиром. Вот. Ее нужно рубить. Поэтому нужно ей сказать, что ей не надо никакого мяса покупать, чтобы она освобождала холодильник. Потому что целую полку почти занимает девочка. Половинку полки. Половинка полки должна у нее быть свободная. В общем, поехали за кормом для индюков. Я бы, кстати, с удовольствием всех бы держала до полугода. Но реально корма нужно много. А у нас почему-то вот сейчас заказов, когда мало, не хватает просто на корм. Один мешок стоит 1200, по-моему, финишного корма. И хватает его примерно, ну не буду врать, но не больше, чем на неделю. Вот. Поэтому придется. Придется не всех додерживать. Я решила уже троих индюков оставим, которые самые-самые крупные. Мы их оставим до 6 месяцев. И посмотрим, какими они вырастут. А в следующем месяце, не месяце, а году, я надеюсь, у нас финансовое состояние немножечко изменится. Потому что я сейчас предлагаю усилия к этому. Будут еще доходы. И можно будет взять индюков больше. Я хочу еще взять не только бройлеров, которых долго держать, но и которых быстро держать. Это 3 месяца, которые подрастают. Поменьше вес, но можно более нежным мясом рубить. Поделилась с вами немножко планами. Поехали в Крымск, пока мы не опоздали. На улице у нас сегодня солнечно, прямо жарко-жарко. Ощущение, когда солнце греет, что как будто градусов 20. А на самом деле сегодня 13 градусов. Но когда здесь на Кубани светит солнце, это просто мега-классная погода. Просто вот люблю я это. Вот это я люблю. За это я люблю Кубань. Для этого я сюда и приехала, чтобы не мерзнуть. Хотя я все равно мерзну. Все равно будет, блин, декабрь и январь. Дурацкие месяцы, в которые будет очень холодно, будет минус. И нельзя будет ходить без шапки. И это просто. Но зато в январе мы с вами поедем в Новороссийск кормить лебедей. Это тоже офигенный классный досуг, который именно на Кубани мы обрели. И именно в январе. Потому что потом, когда потеплеет, они уже близко к берегу не подходят. Не знаю почему, но не подходят. Только что на трассе сейчас проехала жуткую аварию. Там стоит реанимация. Одна машина улетела в ограждение, другая в другое ограждение. Явно было что-то типа встречки. Ребята, включила камеру, чтобы сказать вам одну вещь. Будьте осторожны за рулем. Но не торопитесь вы так никуда. Ужасно. Вообще ужасно. Смотришь на такое вот, проезжаешь мимо, и страшно становится. Вот так незаметно, ребята, пролетает день. Сейчас уже почти пять часов. Я на обратном пути из Крымска. Я заехала в Овощной и заехала еще в Фикс Прайс и в пару одежных магазинов. Пыталась найти Мишке новые трусы. Я хочу типа боксеров ему. А везде продаются только плавочки. И боксеры я нашла только в одном месте. Какого-то странного розового цвета. В общем, ну и размерчик явно не наш. В общем, поиски трусов для Михаила продолжаются. Купила три пары носок в Фикс Прайсе. Посмотрим, подойдут они ему или нет. Сейчас покажу вам, какие прикольные. Заодно прикупила зубную пасту. А то она у вас заканчивается. Я все время забываю. Уже ее там почти нет. Нечем чистить зубы скоро будет. Бережное отбеливание в Фикс Прайсе взяла. Смотрите, какой. Вот такая вот собачка. И тут такой объемный носик у нее. Ну, прикольно. В общем, такие пацанячьи носочки. В общем, взяла двое таких голубеньких. И одни вот такие вот темненькие. Для тех, кому тоже понравились. Там еще были серенькие. Но я серый цвет не люблю. Поэтому мне они показались какими-то и тонкими, и вообще не такими. Еще взяла девчонкам резиночек маленьких. Знаете, когда косички заплетаешь, допустим, листки торчащие такие. На низ резинку-пружинку одевать, которую мы очень любим, конечно. Но, блин, на такой маленький кончик одевать неудобно. Купила маленькие такие резиночки, целый набор. И они в прикольной еще сумочке. И взяла Катюхи. Я видела, что у нее некоторые карандаши уже основательно заканчиваются. Я ей беру двойные в фикс-прайсе. Вот взяла я еще одну пачку, чтобы она могла подменять те карандаши, которые испишет. Катюшка сейчас у бабушки. И говорят, что на уроке биологии, это урок нашей классной руководитель, сегодня классный руководитель опрашивала детей, как и что там происходило на истории. И часть детей поддержала Катю, что ее неправомерно на нее кричали. Часть просто рассказывала про то, как они отвечали, поставили, не поставили, какую оценку поставили. В общем, преподаватель наш явно вникает в проблему. Это радует. Но пока что она ничего не писала в группе. Ну, терпеливо ждем, чем завершится эта ситуация. Показывала, смотрите, целый пакет. Внизу картошка, сверху лучок. И вот помидоры сливка взяла, не удержалась. Они у нас дешевые сейчас, по 40 рублей. Грех не наесться помидоров. Очень жаль, что я не успеваю, уже 5 часов, я не успеваю на наш казачий рыночек, где продают сметанку. Придется салатик делать завтра. Завтра схожу за сметанкой и за творожком, за вкусным. У нас есть недорогие варианты, которые мы можем себе сейчас позволить. Вот это что за безобразник? Катя только что заправляла кровать, и Миша взял и испортился. Зачем? Он не хочет заправленную. Надо заправленную кровать. Ну-ка, спускайся. А ты что пришла? Уши греть. Мишка, мне тут еще... Уроки закончены? Тебе делать нечего? Я могу тебе задание дать. А ну-ка, быстро. Подождите, Лита. Ты чем-то Мишу обидел. Он сначала дошел, начал плакать и говорит, няня. Я так не понимаю, что случилось. Сейчас я сбуровил. Ты на няне что-ли снишься? Что вот это, Миша? Что это значит? Чтобы он еще разговаривал, он бы сказал. Было бы замечательно. Он бы нам рассказал. Что случилось? Ну, что это за сердитый мальчик? Что это за сердитый мальчик? Саша, героически сегодня за... Что ты сделал? Зашпакревал? Да. Зашпакревал потолок. На два раза. А почему на два раза? А зачем? Так можно. Короче, у нас теперь крутой, зашпакреванный потолок. А еще он мне поставил столешницу. Видите, ее не хватает по длине. Но пока что она будет у нас стоять. И у меня появился хоть какой-то стол. Между прочим, удобно. С этой стороны порезала, перешла на ту сторону и к плите. Сейчас будем готовить с вами картошечку с лучком. Тушеную в индюке. Ну, что такое за скандал? Так, Миш, хватит. Ну, что это? Что, я уже все подготовила. Здесь у меня картошечка. Здесь у меня лучок. И осталось только индюшка приготовить. Вот индюшок. Это помните, то, что мы на суп, на тушение рубили. Спинки всякие. Большими такими кусками я совершенно рубил. Сейчас надо его помыть. И скупать немножечко. Все осложняется тем, что у нас нет раковины. Пойду купать индюка в душе. В общем, индюк занял у меня всю сковородку. Сейчас добавлю сюда лучок. Еще водички. Потушу индюка с лучком. А потом, наверное, все это в кастрюлю. И там уже добавлю картошечку. И будет вкусно пища. Это моя картошечка. Целый контейнер. Продолжаем готовить сынули. Вот так вот мальчик расстроенный. Мама держит его на ручках. А рядом шкварчит индюшок. У нас вечер, у нас дача еды. Лиза, я тебя на камеру снимаю с твоим выражением лица. Веди себя прилично. В общем, накладываем еду. Это у нас так выглядит сегодняшний ужин. Как особо папа ездит в такую большую кусочку. Катя, уже получилось. Выбери себе хлеба, лепешки. Я сядю сусу. Давай. У нас сегодня на хлеб вообще много чего в виде хлеба. Я вот буду бородинский хлеб. Я люблю бородинский. Хлеба-то бери. Можно? Можно. Все, иди за стол ешь. А я буду газировочку на запивание. Так, а я сейчас посмотрю, что у тебя там в той тарелке и выберу. Можно? Ты там себе накладываешь? Лепешку можно? Можно. А самый большой. Можно. Можно. Оторвать. Ну, Катюх, ну не уноси весь-то. Тогда я маленький возьму. Лиза, ой, Катя. Лиза тоже и папа ест. Обычно Лиза так делает, я тебя даже не жалю, мама. Помочь? Да. Ну как? Вкусно. Вкусно? По твой день ничего не ела. Мне не оставили в ножку. Ну, почти. Я еще ела чуть-чуть. А почему ты ничего не ела? Здрасте, ты блины доедала. Так, кошек прогоняй. Это что такое? Что за безобразие? Лизуня, после того, как ты покушаешь, пожалуйста, наведи порядок и на полу тоже. Хорошо? В общем, видите, да? Она меня опять мучает после восьми. Лиза! Я после восьми в отпуске. Нет. Нет? Ты всегда знаешь. Нет, я все, видишь, сплю. Нет, не спишь. Сплю. Я покушала и сплю. Давай же, доучивай свой английский и будем ложиться спать. Подожди, а еще тебе проверить нужно. Кого? Русская математика. Зачем? Я же проверяла. Их там две. В смысле? Девятое и восьмое число. Ты что, издеваешься сейчас? Нет. Я не буду сейчас ничего проверять. Почему? Потому что я хочу отдыхать. А кто мне проверил? Домовой. А его тут нет. Придется завести. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова